Сейчас бегу в то место, чтобы быстрее отнести вот эту зарядку, которую я случайно взял. Просто там темно. Я сильно в стрессе был. Я собрал. И еще заодно пробегусь, чтобы может адреналин выведется из организма. И принял еще по рецепту врача, выписанный самый дешевый и стрёмный, этот феназепан, остатки. Он мне помогает, потому что качество низкое. По рецепту врача, то есть, потому что у меня тревожное расстройство. Самое большое, что меня беспокоит, то, что оно угрожало мне, что мне теперь опасно. Меня могут выцепить просто легко ее, эти сексуальные, так скажем, партнеры. И вместо того, чтобы просто понять, что она просто... Ну, а не просто ради того, чтобы получить секс, будут запивать меня и говорить, что вот, избили, показывать фото. Лишь еще не получать секс от нее. Вот что будет происходить. Банально. Откуда я это знаю? Ой, блин. Я это предполагаю, скорее всего, на 100% это так и будет. Они будут просто избивать меня, и я ничего не смогу сделать. Я даже не знаю, что делать. Расфорсить это видео или нет, или не показывать. Да и никто не будет форсить. Она была пьяная вроде, а я не знаю. Я прощаюсь к вам, ребята, кто с ней, кому она обещает, ну, кто по ее приказу пойдет избивать меня. Я как бы просто... Я даже не знаю, что вам сказать, но... Я понимаю, что вы хотите секса, и... Вы получите от нее секса, когда забьете художника. Понятно, что... Я вас понимаю, в принципе. Хотя я бы не стал с ней заниматься любовью. Я не знаю даже. У меня нет вообще девушки даже. Ни друзей, ни девушки. Ни подруг в городе. Одна знакомая есть, у нее есть парень просто. И все. У меня, возможно, есть легкая форма аутизма, но я точно не знаю. У меня могу дистрофизировать сетчатки глаз. Если же вы будете бить мне по глазам, то у меня произойдет туризлияние сетчатку. Я справки выложу. И я обчерпел как бы... Немного... Ну, короче... Немного юродивый, так сказать. Я прошу прощения, что я материл ее, когда она накинулась там. И когда я в помещении был. Надо было это не делать. Тогда, может, она отстала. Разговор сейчас был с Вадимом. Она сказала, что... У какой-то девушек пропал телефон. Я сказал, что она взяла его. Потому что я видел это. Короче, прошу прощения, что ты играл. Короче, там... Какой у тебя был? Это не этот провод. Ты не тот провод взял. У меня только вот этот. Ты не тот взял. Ай, блин, не тот взял. Черт возьми. Был конку обратно. А че, она от тебя выяснила, да? А он у тебя был такой закос под золотистый свет, типа? Ну да. Да, она сказала, это мой, и ушла. Я еще подумал, что она хочет на меня напасть. Она, короче, взяла. У меня там все просто. У меня там телефон, надо отсюда. Я еще не подумал, что как она могла телефон будет. Давай, я его поднул домой и обратно. Да, да, да. Извини, извини, что из-за меня все так вышло. Блин, что-то я ступанул. Зал на этот телефон. Ой, зал на эту зарядку. Оказывается, она еще вот эта вот, которая напала, она еще телефон украла у вот этой вот, которая мне нравится. Ну, красивая просто. Ну, так, просто. В моем вкусе. Ну, короче, просто я ничего не... Неважно. Она не моя девушка. Просто. Короче. Она, как бы, тоже знает, она знает, что такое пасибо, группа. И она никогда мне ничего грубого не сказала вообще за все время. Может, поэтому она мне нравится. Я думаю, что то, что пробежусь, это только на плюс мне будет адреналин, который выработался из этой драки. И пройдет полегче. Ну, просто у меня тревожность останется. Велкам, то обратно. Велкам, это называлось так. Риэлторское агентство, на которое я работал, чтобы заработать на мелкие в 17, 18, 19 лет. Она называлась Велкам. И находилась... Владел им, в общем, татарин. Там, по словам одной знакомой, который потом перестал быть знакомой. Ну, там сложная ситуация. Короче. И у него квартира в Москве типа есть. По ее словам. Что он всех кидает на деньги. Ну, у меня тоже кидал, но мне хватало тысячи рублей в месяц на мелкие, чтобы порисовать. Да, видишь, мой знакомый, который тоже создался в психиатрии государства, единственное, что сказал, особенно безжалостную такую фразу, типа, ну ты в своем репертуаре, ну типа, такую, знаешь, фразу. Хотя он был в Европе, типа, ну, панк, там, он, надеюсь, даже 10 лет мне старше, выглядит здоровее. Надеюсь, ну, выглядит здоровый такой. Ну, короче, он на самом деле не является моим другом, он просто со своей девушкой там шарму покупал и увел меня просто. И все, вот все, что он сказал. Ну ты в своем репертуаре, я сказал, ну да, да, типа, будто, типа, смешно. Ну, пусть, типа, мне действительно было смешно, но на самом деле мне не смешно это все. То, что это украло телефон, я не знаю, как она могла так хитро сделать, я не знаю, она, получается, контролировала ситуацию полностью. Я это не видел ничего, я видел, видел, что она сказала, это мой телефон, типа, я думал, что она хочет опять на меня напасть. Ну, я стоял у самого этого, у самой стены, где стеллажи там вот этих. Я думал, она хочет опять на пасе, собирался ногой отбиваться, типа, пинать ее ногой. Надо было, короче, по-другому поступить. Надо будет проанализировать ситуацию. Ну, я, в принципе, там нечего делать. В любом случае я выйду проигравшим. И, короче, она со столика схватила телефон такого, как у моей мамы. Ну, такой, знаешь, как девушки, ну, с намеком на золотистый цвет, типа, такой желто-кремовый. Ну, и я подумал, что, типа, это ее действительно телефон. А потом, я даже забыл об этом. А потом она мне звонит, говорит, что вот эта вот прекрасная девушка, ну, которая, мне кажется, красивая, ну, хорошая просто. Украли телефон. И он спрашивает, посмотрю у себя, говорю, это к она. Может, дела? Золотистые. Продолжение следует...